приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в казахстане сегодня хотелось бы с вами поговорить почему был такой позитив на американском рынке ведь индекса скачу довольно таки существенно что это было причиной и попробуем в этом разобраться также поговорим почему есть большие риски инвестировать именно в криптовалюту как раз таки если вы смотрите за новостями вы видели да некоторые монета луна упала очень сильно почему такое произошло и также я сделал некоторые покупки свой портфель основной и поговорим почему именно долгосрочные инвестиции приносят наибольший профиль на самом деле у меня уже есть видео про инвестиции или трейдинг а так и называется на канале вы можете найти его так вот выглядит принципе обложка если интересно принципе в описании тоже есть ссылка почему именно инвестиции приносят наибольший профит потому что сейчас рынок очень волатильный а покупать конечно же по разным ценам это более чем выгодно потому что вы усредняете среднюю цену вашей покупки и удержание данной компании при условии что она фундаментально очень крепкая и ничего не угрожает и ближайшие там 10-15 лет разумеется вы верите в то что эта компания будет продолжать развивать свой бизнес также у нее хорошая маржинальность маленькая закредитованность то есть отбирая по всем вот этим показателям которые обычная компания отбирают да надо сделать кстати разбор на что обращать внимание при выборе компании когда вы будете уверены в том что действительно вы покупаете хороший качественный бизнес который будет годами вам вас обеспечивать достойной прибыли в виде дивидендов возможно также на росте акций бумаг который будет делать возможно бэйбэк также если сравнивать его с трейдингом инвестиций в принципе там видео конечно же все более подробно рассказано но хочу сделать некоторые моменты дело в том что никто не дает гарантии того что рынок пойдет сегодня вверх или вниз все вот эти прогнозы которые строятся конечно же это делать для того чтобы было какое-то движение на рынке то есть брокерам сейчас выгодно чтобы вы активно торговали ну что именно брокеры зарабатывают на комиссиях а чем больше вы совершаете сделок соответственно тем больше брокер зарабатывает на вас вот в этом главный плюс поэтому они постоянно выкидывают эти инвест идеи на которые типа вы можете вот покупаете сейчас вот такие то акции и какие-то бумаги и там через месяц через два вы получите вот какой-то процент прибыли это тоже своего рода опасность также есть вероятность того что вы потратите очень много нервов потому что никто не хочет смотреть как его бумаги которую он купил накануне упали просто на 20 30 50 процентов за день такое тоже может произойти и вот здесь мне вспомнилась такая цитата до лорена баффета вот он говорит что деньги зарабатываются на инвестиции и на владении хорошими компаниями в течение длительного периода времени если вы покупаете хорошие компании покупаете их в течение времени у вас все будет хорошо через 10 20 или 30 лет вот так говорит именно баффет потому что на фоне волатильности на рынке как никогда актуально это цитата то есть который отражает суть его инвестиционной стратегии покупки и удержания акций баффет не гоняется за сиюминутной прибылью а всегда покупает качественные активы и удерживает их на протяжении длительного времени стратегия дает свои результаты его капитал немалимо растет в принципе вы можете найти информацию когда на самом деле капитал баффета начал активно увеличиваться и когда он стал миллиардером он считает что тот инвестор который постоянно продает и покупает акции особенно продает их когда акции идут вниз не добьется хороших результатов наоборот он рискует потерять свои деньги на подобных спекуляциях а касается краски луны то вот здесь на графике вы можете сейчас увидеть да вот такую неприятную картину в принципе когда-то некогда надежная так сказать валюта актив который многие считали стал просто мусором почему так произошло но принципе я не особо разбираюсь криптовалютах поэтому я не могу именно правильно объяснить почему так произошло но я так понял что тут было написано что это была чистая манипуляция рынком то есть кто-то просто решил на этом очень быстро заработать и просто все скинул какой-то момент принципе можете поставить на паузу либо зайти на трейдинг view и там уже прочитать более основательно почему так произошло на самом деле сейчас многие раз продают криптовалюты и таким образом переходит в акции потому что инвесторы сейчас уходят от рисков на фоне высокой инфляции неопределенности на рынках то есть вот этого военного как конфликта между россией и украиной также есть опасение того что могут нарушены быть какие-то по цепочке поставок и дальше соответственно есть определенные санкции которые все равно будут накладываться и поэтому инвесторы просто-напросто страхуются и уходят из рискованных активов более надежные данном случае после того как они ушли из криптовалют соответственно акции для них уже более надежный инструмент потому что они привязаны ряд к реальному бизнесу а также можно отметить тот факт что сейчас видим что многие перекладываются в дивидендные компании такие как например coca-cola pepsi procter and gamble джонсон и джонсон и так далее то есть компании которые стабильно работают и выплачивают инвесторам дивиденды потому что сейчас все хотят получать какие-то выплаты чтобы компенсировать вот это снижение на рынках которая в принципе еще будет продолжаться вот этот временный позитив скорее всего он будет временным потому что повышение ставки никуда не делась то касается основного портфеля то актуальное значение миллион двести тридцать три на данный момент в то есть видим с вами что свободный остаток немного снизился так как у меня были кое-какие покупки а также я сделал конвертацию валюты соответственно я 30 тысяч тенге конвертировал доллары то есть по текущим курсу там вышло по моему 68 долларов и не изменяет память то есть по 434 делал конвертацию и за это я под заплатил 60 деньги до 68 81 доллар получается вышел чистыми а мне в конвертации данный момент уже 75 долларов есть в наличии а ближайшее время возможно я сделаю еще часть этих средств свободных в доллары потому что мне сейчас нужно валюту накапливать так как я хочу покупать некоторые подешевевшие американские компании разумеется свой портфель мне нужно докупать то что очень долгое время я их вообще не докупал у меня эти бумаги уже наверно последний раз я наверно около года назад покупал именно американские бумаги поэтому нужно их увеличивать сейчас портфеле потому что российские активы мы сейчас вами не можем покупать а сейчас у нас есть выбор покупать либо казахстанские либо американские в данный момент но конечно если вы торгуете на кассе если вы на международном рынке у вас более широкий спектр выбора и бумаг также купил я можно сказать а вот 11 и 13 мая была покупка два раза акции халык банка один раз по 110 я приобрел один раз по 108 сейчас у меня еще стоит на 100 акции приказ грубо говоря по 105 тенге но если конечно же мне дадут купить по такой цене в данный момент сейчас цена торгуется уже почти 110 то есть видим что принципе бумага тоже волатильно довольно таки скачет своих пределах но остальные бумаги примерно особо и там без изменений ничего критичного не происходит то есть текущий курс у нас по моему уже снизился до 430 официальный поэтому ждем еще дальнейшего снижения но зачем я в принципе докупаю именно халык банк но принципе первый с реакции вообще покупал по моему по 117 тенге это были первые мои покупки когда я начал инвестировать это было практически два года назад то есть в июне уже будет два года как я инвестирую на нашем рынке кассе разумеется и соответственно сейчас цена более чем привлекательная конечно же я покупаю хороший стабильный бизнес потому что за первый квартал а чистая прибыль банков бывало как бы опубликовано разумеется и баховых банк идет очень большим отрывом то есть чистая прибыль практически 127 миллиардов тенге на втором месте уже идет каспи там около 70 миллиардов соответственно видим что отрыв очень большой соответственно бизнес по прежнему работает генерируют хороший объем чистой прибыли выручки соответственно это говорит о том что компания довольно таки крепкая в данный момент то есть это один из главных наших финансовых институтов который занимает довольно таки большую долю на рынке казахстана соответственно я ее покупаю именно под дивиденды и при текущей цене возможно в конце ближе к концу года где-то осенью скорее всего они могут вернуться к обсуждению выплаты дивидендов если такое произойдет то мы увидим хороший рост по этой бумаге а принципе об этом уже заявляла глава так сказать хавыбанка что есть вероятность того что могут они вернуться потому что эту нераспределенную прибыль ее нужно будет куда-то реализовать разумеется либо они направят на развитие бизнеса эти деньги либо на выплату дивидендов конечно же нужно дождаться будет собрание акционеров если когда объявят и там уже будет принимать решение об этом если не в этом году могут выплатить следующем году здесь опять же примерные прогнозы строить сейчас пока рано поэтому будем отталкиваться от того что у нас есть то можно сказать по итогу по итогу принципе видим что торги все равно продолжаются да есть определенные коррекционные движения но для любого долгосрочного инвестора именно коррекция это хорошая возможность докупить хорошие активы свой портфель и мне в принципе буду заниматься ближайшее время возможности докупать именно на этих просадках разумеется я не буду искать какого-то локального дна разумеется по некоторым бумагам потому что в принципе никто не знает куда пойдет рынок соответственно буду покупать по мере возможности небольшими порциями то есть суммы которые я инвестируем данный момент довольно таки маленькие ну и разумеется как бы для большого риска для меня это пока не составляет то что я отбираю те компании который мне нравится который я изучаю так или иначе а многие спрашивают как бы стоит ли покупать кейсел на самом деле я не знаю стоит ли вам его покупать здесь нужно отталкиваться от того что вы хотите с него получить разумеется я не рассматриваю лично кейсел как хороший актив то что есть более другие хорошие бумаги именно и сектора телекоммуникации который можно докупить свой портфель в принципе вот такие были изменения если видео было вам интересным полезно можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи помните что дорогу осилит идущий